Продолжаем нашу программу. В жизни каждого человека однажды наступает период, когда он начинает задумываться о своей будущей пенсии. Каким будет ее размер и от чего он зависит? Сегодня своеобразный пенсионный ликбез проведет Алсу Мордеева, заместитель начальника отдела назначения и перерасчета пенсии, управления пенсионного фонда в Ахитовском районе города Казани. Доброе утро. Здравствуйте. Алсу Фердинандовну, расскажите, пожалуйста, о правилах формирования и расчета пенсии. Да, действительно, формирование пенсионных прав – это самый актуальный вопрос на сегодняшний день, так как это затрагивает всех людей, всех поколений. На формирование пенсии у нас действуют три этапа. Это, во-первых, при назначении пенсии мы учитываем стаж до 2002 года и зарплату до 2002 года. Начиная с 2002 года уже работодатели начали отчитываться перед пенсионным фондом за своих сотрудников. И с 2002 по 2014 год уже размер пенсии зависит от суммы страховых взносов, которые работодатель перечислил в пенсионный фонд. А начиная еще уже с 2015 года у нас в силу вступил новый закон, 400-й федеральный закон. Уже пенсионные права формируются у каждого гражданина в баллах. Про баллы. Да. А вот обязательно ли подтверждать все периоды работы и начислений с правками и документами? Если пенсионный фонд обладает всей информацией о вашей трудовой деятельности, а вы об этом можете посмотреть у себя в личном кабинете на сайте пенсионного фонда, то никаких подтверждающих документов предоставлять не надо. Вы приходите в пенсионный фонд, пишете заявление, и уже по всем имеющимся данным уже пенсионный фонд назначает вам пенсию. Если уж у вас есть какие-то периоды, которые не учтены в пенсионном фонде, тогда уже вы предоставляете какие-то уточняющие справки или архивные справки. А вот вернемся к баллам. Вот теперь наши пенсионные права формируются в пенсионных баллах, как вы сказали. А как потом будет выплачиваться пенсия? В течение вашей трудовой деятельности эти баллы копятся, они на вашем лицевом счету. И при выходе на пенсию эти баллы суммируются и умножаются на уже коэффициент балла. На сегодняшний день один балл у нас составляет 81 рубль 49 копеек. А вот как. Вот. Хорошо. Увидели мы баллы. А вот как произвести расчет? Вы можете также зайти на свой личный кабинет, увидеть свои баллы. Скажем так, у вас накопилось уже 100 баллов, а на сегодняшний день один балл составляет 81 рубль 49 копеек. Вот эти 100 баллов вы умножаете на 81 рубль 49 копеек. Это получается 8 149 рублей. Это страховая часть на сегодняшний день. И еще государство у нас на каждого пенсионера как бы выделяет базовую страховую часть. Базовую часть. И на сегодняшний день у нас составляет 4 982 рубля. К этим 8 143 прибавляем еще 4 982. И в среднем получается 13 тысяч вот вашей пенсии. Как бы формула, кратко говоря, исчисления размера пенсии. А что сегодня пенсионный фонд-то вообще предпринимает для удобства обращения граждан за назначением пенсии? Вообще у нас на сегодняшний день проводится заблаговременная проверка всех документов. За год мы проверяем все документы каждого сотрудника. Если человек согласен, то он может подойти к своему работодателю, так скажем, в отдел кадров. И отдел кадров уже с его согласия сотрудника может к нам по защищенным каналам прислать все его документы. Мы уже все это проверяем. Если есть какие-то неточности, опять-таки связанные с отделом кадров, они уже все проверяют. И оказывают содействие своему сотруднику, если какие-то неточности есть. И даже в пенсионный фонд можно не приходить. Его документы работодатель нам прислал, а он уже через личный кабинет подает только заявление. То есть удобно все. Да, поэтому вы можете не приходить, подать заявление через личный кабинет. Что ж, спасибо вам большое за ваши ответы. И спасибо, что пришли к нам в студию. Всего вам доброго. До свидания.